но наиболее полно принцип автофазировки реализуется конечно в таких ускорителях как синхротроны и сам принцип работы синхротрона был предложен ученым из великобритании маркусом элефантом 1943 году и суть работы этого ускорителя заключается в том что пучок заряженных частиц ускоряется на фиксированной орбите при этом можно сделать небольших размеров вакуумную камеру относительно компактную магнитную систему и такая конструкция действительно позволяет увеличивать энергию ускоренных частиц практически беспредельно насколько позволяют размеры земного шара теоретические основы работы таких ускорителей были собственно изложены в принципы автофазировки векслера и маркус элефант когда познакомился с работами векслера он сказал что да вот теперь я понимаю почему этот ускоритель действительно должен работать и он всегда признавал приоритет в изобретении данного типа ускорителей за академиком векслера но и первые крупные установки именно синхротроны построенные с использованием принципов автофазировки это были космотрон и брукхевинской национальной лаборатории соединенных штатах америки космотрон ускорял протоны до энергии 3 гэва и введена в эксплуатацию 1952 году в 1954 году был построен крупный синхротрон в лаборатории беркли тоже в соединенных штатах он назывался бы ватрон энергия ускоренных протонов в нем составляла 6 г и он строился под конкретную физическую задачу под открытие антипротона введен в эксплуатацию 1954 году эти ускорители использовали так называемый принцип мягкой фокусировки где и поворот и фокусировка частиц осуществлялась магнитом с азимутально симметричным магнитным полем это приводило к большим размерам вакуумной камеры например было троне вакуумная камера для пучка составляла более четырех метров по горизонтали и 1,2 метра по вертикали это были огромные магниты после этого было построено еще несколько мягко фокусирующих синхротронов наиболее известные из них это мягко фокусирующие синхротрон в лаборатории в арагоне сатурн во франции немрод великобритании но самая известная установка то такого класса это дубнинский синхрофазотрон который был построен введен в эксплуатацию 1957 году периметр этого ускорителя 210 метров и он ускорял протоны до рекордной то в то время энергии 10 гов этот ускоритель вошел фольклор вот его эксплуатацию был воспринят человечеством примерно так же как первый полет спутника оба события произошли в один и тот же год передовицы всех мировых газет освещали это событие этот ускоритель называли пирамидой двадцатого века и до сих пор его магнит остается самым большим электромагнитом построенным человечеством за всю свою историю вестовое электромагнита 36 тысяч тонн и за этот параметр он занесен книгу рекордов гиннеса а